Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Миронова Татьяна. Мы представляем проект «Конкурс по инженерно-техническому творчеству, опережая будущее» для учащихся старших классов. Мы выделили ряд проблем, которые на сегодня существуют и первое в отрасли Росатом. Нехватка кадрового резерва специалистов, обладающих инженерно-техническим мышлением, со способностью создавать инновационные проекты. И второе – школьники, у которых непонимание технических специальностей и невысокий уровень инженерно-технического творчества. Наши решения – конкурс по инженерно-техническому творчеству, опережая будущее с целью стратегического решения кадрового вопроса корпораций и повышения имиджа отрасли в целом. Ценность нашего проекта в том, что мы готовим будущих специалистов для кадрового резерва и способствуем развитию инженерно-технического творчества учащихся. Наши коллеги тоже проводят данные конкурсы. Это «Большая перемена», «Чистая энергия», «Юниоры Росатома». Главное, у этих конкурсов отсутствует обучение. В нашем же конкурсе еще лучшие проекты будут внедрены на производство. Содержание конкурса – это видеолекции и практические занятия от экспертов отрасли. Мы планируем проектную работу с наставниками из ЧСХ студентов профильных вузов. Участники будут решать реальные производственные задачи по перспективным направлениям. Образовательный блок 3 месяца и проектные блоки 3 месяца проходят полностью онлайн, что позволит привлечь большое количество участников. Финал конкурса мы планируем офлайн. Первый год мы планируем привлечь 3000 участников из городов присутствия. 200 финалистов поедут на очный финал. 5 решений производственных задач, которые будут внедрены на производство и 15 проектов попадут в предакселератор. Новизна конкурса состоит в частности в заключении отложенных договоров победителей конкурса с предприятиями на трудоустройство после получения соответствующего образования. Этапы развития конкурса 21-22 год – это проведение подготовка конкурса. 22-25 год – масштабирование конкурса. Мы планируем увеличивать количество учащихся, участвующих в конкурсе и увеличивать количество предприятий дивизионов Росатома, предлагающих проектные задачи и экспертов. И 25-35 год – это проведение конкурса для других госпредприятий по нами разработанной технологии. Здесь возможна коммерциализация проекта. Команда нашего проекта, мы работаем вместе в течение года, у нас 5 человек, и у нас есть опыт участия и проведения подобных мероприятий. Инициатор проведения конкурса – корпоративная Академия Росата. Нами разработана концепция и на сегодня уже получено письмо с поддержкой Академии. Есть предварительная договоренность с экспертами уральского промышленного кластера, студентами МИФИ, акселератором ТВЛ и другими партнерами. Наш проект полностью соответствует темам заявленного акселератора. Бюджет пилотного проекта – 7 миллионов рублей. Значит, нам нужна помощь в продвижении проекта в городах присутствия Росатома и помощь в массовировании проекта на другие дивизионы Росатома. Так, а сейчас я, позвольте, покажу вам небольшое видео. Обладающим мышлением критическим, ты открыт, предприимчив и честен? Приходи к главноконкурс технический Росатом. Засветимся вместе! Спасибо за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы. Так, еще раз, переходим к вопросам. Первый вопрос. Как оцениваете текущий уровень инженерно-технического творчества у школьников и чем вы отличаетесь от других аналогичных конкурсов? Да, спасибо. Значит, на сегодня уровень невысокий по инженерно-техническому творчеству у школьников, поэтому у нас не так много они участвуют. Я уже останавливалась на этом, то, что мы предлагаем сначала образовательный блок, потом проектный блок с нашими наставниками, вот, и решение производственных задач. Сейчас, понимаете, некоторые школьники боятся участвовать в различных конкурсах, потому что они не понимают, какие знания, компетенции им понадобятся, чтобы там быть успешными. И второе, это то, что наши школьники будут решать реальные производственные задачи, которые нам напишут наши эксперты с отрасли Росатом. Что получают от конкурса участники самой младшей возрастной категории? Значит, мы тоже рассматривали этот момент. Ну, во-первых, призы. Во-вторых, возможность, может быть, участвовать в дальнейшем и работать уже над более сложными задачами. Более старшие, конечно, мы планируем, что они пойдут в такие предакселераторы, как, например, тех-челлендж или там темп. То есть, в принципе, как бы мы вот планируем, так сказать, такую переемственность. Но в основном, конечно, наверное, больше заинтересованы в нашем конкурсе будут учащихся 10-11 классов. Хотя не исключено, что и семиклассники выдвинут хорошие идеи. Вы говорили про образовательный трек. Да. Если уже есть партнеры, которых вы перечисляли, может быть, они будут софинансировать. Как происходит? Дело в том, что мы их рассматривали в качестве экспертов. Мы их рассматривали в качестве наставников студентов МИФИ. Но мы как раз, когда закладывали бюджет, мы, так сказать, ну, закладывали им, их услуги будут возмездными. То есть, мы планируем, чтобы финансирование пошло на оплату данных услуг. Какие ключевые количественные показатели вы видите? Если вы говорите о том, что невысокий показатель вовлеченности школьников в инженерно-техническое творчество, то какой он сейчас, к чему вы стремитесь, в какой перспективе? Год, три, пять? Угу. Так. У меня там был по поводу этапа до 35-го года. Мы сейчас планируем 3 тысячи. Это уже школьники, которые будут, ну, лояльны к Академии Росатома. Они заинтересуются. Они, может быть, в дальнейшем выберут и свяжут свою судьбу и выбор дальше профессии с Росатомом. Это раз. Дальше мы планируем увеличивать до 30 тысяч участников, наверное, это ближайшие 2-3 года. То есть обкатаем. Вот. И наш показатель будет, ну, во-первых, решение реальных производственных задач, которые можно будет внедрять. Во-вторых, это то, что они попадут в предакселератор, в акселератор. Ну, и последнее, это то, что большее количество школьников будет поступать на технические специальности, в профильные вузы, и потом придут работать в корпорацию. Спасибо. Спасибо, время. Мы переходим. Если вы найдете вопросы, которые я не озвучил в чате, то обязательно на них ответьте. Спасибо. 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 Спасибо.